Привет! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Свет Вышивки, видео на котором посвящены моему кобби – вышивке и чтению. На календаре 19 ноября 2022 года. Сегодня в программе. Сохраняя традицию, сложившуюся на канале в первой части видео, речь пойдет о вышивке. Я представлю вашему вниманию итоги за прошедшую неделю. А во второй части видео наш светский клуб вновь любезно распахнет свои двери. Сегодня, друзья, мы совершим прогулку по старинным замкам, в которых обитают призраки, регулярно являющие себя миру. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Духи, привидения, призраки – все эти понятия пришли к нам из глубокой древности. Существуют ли они на самом деле? Сегодня нас ждут загадочные истории, приключившиеся с разными людьми в разное время. Сейчас же, друзья, я предлагаю перейти к первому пункту нашей программы – к вышивке. И начать по обыкновению я хочу с дополнительного процесса. Вот такой в итоге должна быть моя работа. В начале недели работа выглядела вот так, а вот так она выглядит сейчас, 19 ноября. Мы уже, друзья, можем лицезреть святого Николая. Это сюжет рождественский, поэтому и обстановку праздничную, новогоднюю, рождественскую я попыталась организовать вот в виде фонарика. Счетливо просматривается мешок с подарками и куклы поверх него. На этом сюжете, друзья, мне очень нравится растяжка цвета. Это не просто, вот, допустим, борода, белая борода, обработанная бэком. Здесь задействовано несколько цветов для создания натуральных оттенков и мягкого перехода между ними. И этот прием мы наблюдаем не только в бороде этой, и на лице Николая. Тоже несколько цветов задействовано. И на одежде. Напомню, в схеме задействовано 43 цвета. В вышивке наряду с полным крестиком используется 1 четвертая крестика. Бэкстечь в 1 и 2 сложения нити. А также имеется в работе, как вы уже можете видеть, металлизированная нить, с которой мне пришлось, да, не скрою, не слабо позаморачиваться. Сейчас я поднесу ближе, вот, чтобы вы видели. Надеюсь, что передает металлизированная нить золотого оттенка. Дает золотой блеск. Но должна, не знаю, насколько камера передаст. И вот, друзья, как раз перед вами элемент епископского облачения. Вот, чтобы он смотрелся натурально. И то, что он имеет на себе именно золотую вышивку, вот, голубого цвета. Металлик использовался в 3 сложения нити. Друзья, друзья, в 3. Многие вышивали этой ниточкой и понимают, о чем я говорю. Ну, коротко поясню для тех, кто не сталкивался с этим вопросом. Эта ниточка, вот здесь она используется, имеет свойство быстро перетираться грубые краи отверстия, предназначенного для ее прохождения. Сейчас я еще раз поднесу ближе, вот, на конве. Здесь, конечно, не стоит использовать нить длиной в метр или 50 сантиметров, так как это, на мой взгляд, неоправданно увеличит отходы, вышедшие из строя нити. Да, по вышеуказанной мной причине. Я использую не более 15 сантиметров. Но, как известно, все индивидуально. И большим мастерам, возможно, под силу любой размер и длина нити. При работе с металликом мне пришлось заменить мою любимую иглу 28 номера на аж 24. Эта игла значительно крупнее, и она, проделывая путь своими габаритами, увеличивает пространство для более щадящего проникновения сквозь него такой уязвимой нити, как металлик. Одним словом, потрудиться на этой работе пришлось, но результат того стоит, друзья. Мне очень нравится то, что я перед собой вижу. Бесподобно. Вот руку Николай распростёр. Я так понимаю, он будет благословлять деток и дарить подарки, конечно. Вот такая нить поблёскивает, голдметаллик. Да, бэкстича, конечно, много. Я решила сразу не откладывать его на потом. Всё оторочить, пройти, где он должен быть, чтобы потом не было плачевно больно всё это делать. Да, я бэкстич, конечно, не люблю, но я прекрасно понимаю, что он в некоторых работах просто необходим. Иначе всё будет размыто, расплывчато и непонятно. Ну, вот так. Надеюсь, что вот только отдаляешь, сразу цвета искажаются. Ну, я надеюсь, что вы успели рассмотреть, что да как. А теперь, друзья, что касаемо основного процесса. После металлика я с превеликой радостью к нему вернулась. Напомню, я вышиваю картину «Любимая мелодия» по схеме от артели «Белый кролик», которые разработали её по картине великого итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги. Размер схемы 576 на 420 стежков. 200 цветов задействована в работе, 102 из которых – бленды. Я вышиваю крестиком два сложения нити на аиде 18-го каунта. Вот так, друзья, моя работа должна будет выглядеть в итоге. Сейчас в процессе вышивки уже половина третьей завершающей части картины, которая называется «Анна». На начало отчётного периода она выглядела вот так. А вот так картина выглядит сейчас, 19 ноября. Для любителей математики озвучу результат в цифрах. Вышито 85,3% картины. В крестиках это составляет 206 311. За отчётный период мне удалось вышить 4608 крестиков. И до полного окончания работы осталось 35609 крестиков. На прошлой неделе, друзья, зашивалась просто с рукоделием Анны, да. Как вы можете видеть. Вот её инструмент полон одиночек, двушек, трёшек. И само рукоделие. Тут и мои нитки, ниточки Анны переплетались между собой, путались. Вышивалась-то в основном под фонарём телефона, да, друзья, и без отопления. Но верю, что справимся со всем. Также на этом участке была озабочена одеянием, как вы видите, нашей героини. Цветовой всплеск, вот он перед нами, да, был замечен в виде шейного платочка. Затем, начиная с серовато-голубоватого на плече, мы плавно перешли к привычному коричневому цвету абсолютно, друзья, всех оттенков. Да, поэтому и складочки на одежде так, естественно, выглядят и смотрятся. И присборенный на плече рукавчик нашей Анны, воротничок, косыночка. В общем, выглядит всё замечательно, друзья, объёмно и, как я говорю, по-настоящему. Да, и на этом же, друзья, этапе стала задумываться этим непривычным путём, то есть вправо расширять Анну, то бишь, да, или спускаться вниз, опуская, удлинять её. Мои меня стали поторапливать. Так ведь хочется, чтобы поскорее. Скоро только кошки родятся. Да, согласно с Остапом Ибрагимовичем, так как в спешке были замечены пропуски. Они не критичны, но надо быть повнимательней, конечно, потому что, когда их находишь внезапно там-там, особенно это на светлых участках было, приходилось зашивать, искать, что это за символ, возвращаться. Вот, ну, ничего, самозакрепляющийся крестик в помощь и всё, идём дальше. Ну, надо быть, повторюсь, повнимательней. Да, эмоционально, друзья, этот персонаж вышивается очень приятно. Такая подруга-рукодельница, улыбаясь, любуется своим Джузеппе. Пока мы с ней под фонариком рукодельничаем, мой котик, прижавшись к ногам, и мурлыча греет нас. А Джузеппе тихо наигрывает нам свою любимую мелодию. Ох, слышите, скрипнула дверь. Это наш клуб. Намекает, что давно уже ждёт нас. Вот, друзья, мы и подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся на полчасика в места знаменитых мистических явлений. Духи, привидения, призраки. Все эти понятия пришли к нам из глубокой древности. Существуют ли они на самом деле? И если да, то как объяснить это феноменальное явление? Ответы на эти вопросы, видимо, лучше всего искать в Великобритании. Ведь именно ей принадлежит первенство по числу и разнообразию бесплотных пришельцев из потустороннего мира. Англия считается классической страной привидений. А Лондон смело можно назвать столицей призраков. Веками будоражат воображение англичан духи шутов и королей, рыцарей и вельмож, прекрасных дам и романтических влюблённых. В число исторических достопримечательностей, которые обязательно посещают в Лондоне туристы, входит знаменитый замок Тауэр. До 1820 года он был главной тюрьмой Британского королевства для высокопоставленных особ. За прошедшие столетия здесь нашло свою смерть бесчисленное множество людей. Поэтому неудивительно, что именно в его мрачных казематах обидает немало привидений, которые регулярно являют себя миру. В 1860 году лондонский журнал «Мозаика» опубликовал загадочную историю одного из призраков Тауэра. Её рассказал незадолго до своей смерти хранитель фамильных королевских драгоценностей Лентал Сви. Отважился он на это спустя 43 года после происшествия. До этого начальство не разрешало придавать огласки подробности случившегося. А делом было так. В 1814 году Свифта назначили хранителем королевских драгоценностей. В те времена сокровища находились в Тауэре. Там же проживал и хранитель со своей семьёй. Однажды субботним вечером 1817 года всё семейство ужинало в гостиной-хранилище. Двери уже были закрыты на ночь, а окна задрапированы тяжёлыми плотными шторами. В комнате царил полумрак, так как горели только две свечи. Лентал подал сидевшей напротив него жене бокал вина с водой. Она поднесла его к губам и вдруг неожиданно застыла. Глядя за спину мужа, женщина воскликнула «Боже мой, что это?» Свифт резко обернулся и увидел перед собой чрезвычайно худого старика с растрёпанными волосами и бородой. Больше всего поражали его глаза. Это был взгляд сумасшедшего. Судя по всему, это был легендарный бородатый призрак, который, как говорят, не одно столетие бродил по Тауэру. Вдруг странный пришелец сделал жест рукой, словно приглашая Свифта следовать за собой. Своя очница и сын удивленно смотрели на хранителя. Они ничего не видели и не понимали, что происходит. Жена окаменела от ужаса. Старик приблизился к Ленталу, потряс перед его глазами цепями на руках и вновь пригласил следовать за собой. Изумленный Свифт встал и пошел за ним. Медленно передвигая ноги и с трудом неся свои оковы, призрак вышел во двор. Он привел хранителя в угол маленького садика и вдруг внезапно исчет. Свифт хорошо запомнил это место. На следующее утро он рассказал о происшедшем смотрителю Тауэра. Тот дал распоряжение рабочему выкопать яму в указанном месте. Каково же было удивление присутствующих, когда из нее извлекли скелет человека, скованного цепями. Прах несчастного похоронили на кладбище по христианскому обряду. Молова гласит, что с тех пор бородатый призрак в Тауэре больше не появлялся. По признанию многочисленных очевидцев, самым поразительным и страшным видением в замке и является сцена казни графини Солдериской, которая была обезглавлена по приказу короля Генриха VIII. Это кошмарное зрелище можно наблюдать только в годовщину казни. Призрак графини виден очень четко. Когда к ней подходит призрак палача, слышны даже ее безумные крики. После казни ужасное видение исчезает. Большинство привидений появляются в кровавой башне Тауэра. И это неудивительно. Тут были убиты двое маленьких принцев, король Эдуард V и его младший брат Ричард, герцог Йоркский. Призраки братьев много раз видели именно здесь. Они бродят в зловещей тишине рука об руку в поисках вечного покоя. В сумеречных коридорах Тауэра периодически появляется около полутора десятков призраков. Пожалуй, самым знаменитым из них является дух Анны Болейн, второй жены короля Генриха VIII. Как известно, в 1536 году она была обвинена в супружеской измене и кровосмешении и приговорена к смерти через отсечение головы. В те времена в Англии для этого использовали секиру, но король решил испытать французский метод казни, при котором головы рубили мечом, и первый такой опыт произвести над собственной супругой. Для этого был доставлен специальный палач, хорошо знающий свое дело. Эксперимент прошел удачно. Анна Болейн умерла без смучения. Узнав о свершении приговора, Генрих весело закричал, «Дело сделано! Спускайте собак! Будем веселиться!» По обычаям того времени, голову казненного выставляли на всеобщее обозрение. Однако для Анны сделали исключение. Ее голову положили под правую руку казненной и вместе с телом поместили в кованый сундук, который поспешно захоронили под полом капеллы святых Петра и Венкулы в Тауэре. Перед смертью Анна произнесла пророческую фразу «Король так добр ко мне! Сначала он сделал меня служанкой, потом из служанки сделал маркизы, из маркизы сделал королеву, а теперь делает из меня святую великомученицу». Так и произошло. Мучения Анны продолжились и после ее смерти. В течение нескольких веков призрак казненной королевы периодически появлялся в Тауэре. И всегда это происходило накануне даты ее смерти. Очевидцы рассказывали, что призрак мерцал белесым светом. Очертания фигуры очень расплывчатые, но если хорошо присмотреться, то видно, что это женщина, одетая в роскошное шелковое платье. Голову призрака покрывает чепчик, но самой головы на месте нет. Она находится под мышкой правой руки. Сотрудники Тауэра утверждают, что фантом Анны Болейн совсем не боится людей. Он бродит по лестницам замка и иногда подходит к окну. Несколько раз привидение возглавляло процессию, направлявшуюся к капелле. Наиболее часто призрак казненной королевы появлялся в XIX веке. Известен такой случай. Однажды группа патрульных во главе с офицером осматривала стены замка. К ним подошел стражник и сообщил, что из окон капеллы виден странный свет. Офицер решил все проверить, однако не смог открыть дверь капеллы. Тогда он приказал принести лестницу. Поднявшись по ней, офицер заглянул в окно и остолбинил. В тусклом свете в капелле виделось множество дам и кавалеров. Все они были одеты в шелковые, бархатные камзолы и платья времен правления династии Тюдоров. Они молча шли друг за другом к алтарю и опускались под пол сквозь мраморные плиты. Как только исчезла последняя пара, капелла тотчас же погрузилась во тьму. Офицер хорошо знал по настенным росписям и портретам всех венциносных особ и готов был поклясться, что в последней фигуре узнал Анну Болейну. Прошло немного времени, пол в капелле взломали. Оттуда было извлечено более двухсот скелетов. Один из них точно принадлежал казненной королеве. Но самый нашумевший случай встречи с признаком Анны Болейн произошел в 1864 году. Об этом сохранилось свидетельство фельдмаршала графа Гренфилла. Будучи еще молодым офицером, он нес службу в Тауэре. Однажды он сообщил начальству, что у стен королевских покоев видел призрак Анны Болейн. Именно там королева томилась в ночь перед казнью. Когда перед Гренфиллом неожиданно возникло ее безглавленное тело, он потерял сознание. Начальство не поверило его рассказу, обвинило в пьянстве. Впоследствии состоялся военный трибунал, и офицер был полностью оправдан, так как и другие стражники подтвердили, что обвидели такой же призрак. Женщина без головы являлась и многим тюремщиком, о чем они заявили под присягой. Один из часовых, увидев призрачную фигуру женщины, приказал ей остановиться, но вместо этого она двинулась прямо на него. Сделав еще два предупреждения, солдат вынужден был вонзить в нее штык. Но не встретив препятствия, тот прошел насквозь, а по стволу ружья вдруг пробежала молния. Часовой упал вопорок. Призракан и болеин считают самым трудолюбивым и неугомонным привидением в Англии. Чаще всего его видели на лестнице знаменитой лондонской белой башни. Иногда привидение появлялось в лодке, плывущей по темзе. Был случай, когда венциносная особа проследовала в карете, запряженной безголовыми лошадьми. Встречали ее во дворце Хэммитон-Корт. Иногда над замком Тауэр возникает туман и слышится песнопение и звуки музыки. Считалось, что последний раз фигуру женщины в белом видели в 1933 году. Однако есть свидетельство, что в 1940 году во время бомбежек у ворот Тауэра возникло кошмарное видение. Охранники замка наблюдали, как из тумана появились четыре мужские фигуры, которые спешно тащили куда-то обезглавленное тело женщины. Есть в Лондоне и его окрестностях и немало других легендарных зданий, история которых связана с привидениями. Вот одна из этих историй. Когда старая миссис Рейнольдс покупала прекрасный особняк в пригороде столицы, ее удивила довольно низкая цена. Старушка тогда решила, что ей просто необыкновенно повезло. Первая ночь в новом доме прошла спокойно, однако уже на следующую ужасные вопли заставили миссис Рейнольдс буквально подпрыгнуть на постели. Захлебываясь от крика, вопила служанка. Невзирая на свой преклонный возраст, хозяйка поспешила ей на помощь. Оказалось, что горничная увидела самое настоящее привидение. Прямо из стены ее комнаты внезапно появился призрачный силуэт дамы в черном старомодном платье. Он величественно проплыл мимо замершей в ужасе девушки и скрылся в раме старинной картины. Остаток ночи перепуганные женщины провели в будуаре хозяйки, вздрагивая от шороха, которыми был переполнен особо дняк. А утром миссис Рейнольдс решила расспросить пришедшую молочницу о причных хозяевах дома. Оказалось, что это здание давно пользуется дурной славой. Привидение появилось в нем еще сто лет назад, когда бессилетно исчезла его первая хозяйка. Тогда многие утверждали, что несчастную герцогиню убил ее ревнивый муж. Тело найдено не было, и полиция прекратила дело. Однако через несколько лет подозреваемый повесился. Тут же возникла версия, что совершить этот ужасный шаг старого герцога заставил призрак убитой им жены. Шли годы. Особняк поменял много хозяев, но никто из них не смог ужиться с привидением. Изгнать призрак герцогини пытались священники, но все попытки заканчивались неудачей. Миссис Рейнольдс решила обратиться за помощью в клуб охотников за привидениями. Он был создан еще в 1655 году. Современные специалисты были оснащены сверхчувствительными приборами, с помощью которых они быстро установили маршрут следования привидения. Он обрывался у загадочной картины в комнате корничной. Картину сняли, и, простучав стену за ней, обнаружили нишу, в которой оказался женский скелет. Было очевидно, что несчастную герцогиню просто замуровали. Так было раскрыто тайное исчезновение первой хозяйки особняка. Останки герцогини захоронили в семейном склепе. После этого привидение перестало появляться. Не менее знаменит своей мрачной репутацией в столице и дом на Беркли-сквер, по мнению лондонцев, именно здесь поселились самые страшные привидения. Это призраки ребенка, забитого до смерти в детской комнате, и молодой женщины, которая, спасаясь от домогательств родного дяди, выбросилась из окна. Третий призрак – жертва собственной глупости. При жизни он был моряком. Однажды парень заявил, что не боится загадочных обитателей этого дома и поспорил с приятелями, что проведет здесь ночь. Однако на следующее утро он был найден мертвым. Волосы его посидели, а лицо исказил ужас. С тех пор его привидение тоже поселилось здесь. Тем не менее, на протяжении многих лет дом как магнит притягивал все новых и новых смельчаков. Однако все попытки переночевать с призраками заканчивались трагически. Одни экспериментаторы погибли, другие нашли свой последний приют в психиатрической лечебнице. Недавно в Лондоне было получено еще одно подтверждение того, что выходцы с того света время от времени наведываются в наш мир. На этот раз призрак появился в старинном королевском дворце Хэмптон-Корт и был снят беспристрастными видеокамерами. Во время ночного обхода охранники обратили внимание на то, что двери пожарного выхода в экскурсионной части помещения открыты. Это было поразительно, ведь вечером они сами их заперли. Охранники подумали, что во дворец проник вор и решили проверить видеозаписи с камер наблюдения. И тут они опешили. Пленка зафиксировала фигуру человека в старинной одежде. Утром, просмотрев пленку, гиды дворца подтвердили, что костюм на ночном посетителе был действительно старинный. Такие есть только в музее. О том, что это призрак, свидетельствовало и то, что когда он шел по дворцу, двери перед ним раскрывались сами собой. Сейчас трудно сказать, с какой целью этот выходец того света посетил Хэмптонкор. Возможно, он решил проверить, что там изменилось с шестнадцатого века, когда был построен дворец. Призраки венцинусных особ также не забывают свои владения. В разные годы множество людей утверждали, что видели в окне над парадным входом в Кейсингтонский дворец лицо короля Георга Второго. Сохранилось свидетельство о том, что незадолго до своей смерти он часто смотрел в окно на флюгер. Его очень волновало направление ветра, ибо от этого зависело, как быстро корабли смогут доставить его в важные депеши из Германии. Но прочитать их король так и не успел. 25 октября 1760 года он скончался. И до сих пор, как говорят очевидцы, бледное и печальное лицо Георга Второго нет-нет, да и появится в окне, чтобы взглянуть на флюгер. С мистическим страхом британцы относятся к своему столичному метру. Они не решаются оставаться в одиночестве на пустынных станциях, потому что всерьез верят, что в их подземке давно обосновались призраки. Многие лондонцы уверяют, что хотя бы один раз сталкивались там с привидениями. Одно из них появилось в метро в 50-х годах прошлого века. Это был призрак некоего Уильяма Тейриса, который бродил во фраке и перчатках на станции Конвент-Гарден. Легенда гласит, что именно здесь, поблизости от театра Адельфи, его зарезали в 1897 году. Есть у этого призрака особое пристрастие. Он частенько заглядывает в комнату отдыха персонала метро. А еще ищет свою любимую булочную кондитерскую, которая раньше находилась на месте станции. По платформе старции Улдвич, которая была построена на месте старого театра, часто прогуливается привидение некой безымянной актрисы. Оно неожиданно появляется на рельсах, пугая служащих метро. Репортеры британской Санди Экспресс прошли по следам призракам лондонского метро и поведали читателям немало интересного. К примеру, на станции банк витает привидение Сары Уайтхед с женщиной в черном. Она бродит в поисках своего брата Роберта. Он работал кассиром в банке и был казнен в 1811 году за подделку денег. С тех пор сестра в течение 40 лет встречала его дверей банка. Продолжает она ждать его. И теперь на станции Фарингтон пассажиры в ожидании поезда иногда содрогаются от раздающихся из темноты туннеля души раздирающихся воплей. Это кричит дух 13-летней девочки Аннейла, убитая в 1758 году хозяином шляпной мастерской, в которой она работала. Лондонские охотники за привидениями уверены, что духи появляются на станции, построенных на месте домов, с которыми связаны трагические истории. После строительства метрополитена призраки переселились в него. Помимо столиц в Великобритании существует множество легендарных мест на периферии, которые также известны появлением призрака. Самым знаменитым в мире домом с привидениями считается вилла священника Барлия, расположенная между Эссексом и Суфолком. По ночам в этом доме слышались шаги и шум, который исходил от хлопающих дверей, а из коридоров пение призрака. 14 детей сэра Реверенда часто видели стоявшего перед их кроватями старомотно одетого мужчину. Не менее 20 человек встречали в саду призрак монахини. Здесь же в 1929 году наблюдался случай полтергейста. По воздуху летали ключи и медальоны, мелкие камни, а на стенах виллы и листах бумаги неожиданно появлялись надписи «На помощь, Марианна!» так звали жену Реверенда Боула. Упоминается это имя и в словах песни. Загадочную виллу обследовала группа членов клуба охотников за привидениями, которую возглавил Харри Прайс, большой специалист по паранормальным явлениям. Они начали с того, что понизили в доме температуру до 10 градусов и тут же неожиданно обрушились полки с тяжелыми книгами. А когда изгнать духа попытался монах Бенедиктенец, на него посыпался град камней. Затем один из участников охоты за привидениями сообщил, что слышал голос того света. Выяснилось, что он принадлежал монашке Марии Лайре, которая рассказала о том, как ее подговорили покинуть монастырь. Марию хотели выдать замуж аристократа Борли-Минора его поместь находилась на том самом месте, где позже была построена вилла священника Барли. В мае 1667 года в этом самом доме монашка-отступница была задушена. В 1943 году на вилле проводились раскопки. В подвале на глубине одного метра под землей был обнаружен скелет с женщиной. Около останков лежал крестик и образок. Исследователи были поражены находком. Труп принадлежал несчастной Марии Лайре. На юго-востоке Англии есть маленькая деревня под названием Плако. Местные жители уже много лет называют ее не иначе, как деревушка призраков. Это место выделяется огромным количеством самых разнообразных привидений. В связи с этим ученые даже выдвинули версию о том, что местное население время от времени подвигается непонятному массовому психозу. Однако это не подтвердилось. Высказывалось и такое интересное предположение «местный воздух наделен таинственной способностью воздействовать на зрение людей». Так или иначе, но встречи с призраками в Плакле происходят регулярно. Естественно, в таком месте из поколения в поколение передается множество легенд и преданий. Местные жители поговаривают, что на краю деревни живет призрак убитого разбойника. Там же часто видят призрачную карету, запряженную четверкой лошадей. На мосту через речку иногда появляется привидение цыганки, которая стоит в задумчивости с дымящейся трубкой во рту. Когда-то эту женщину сожгли при таинственных обстоятельствах. Перед грозой нередко появляется призрак жившего тут мельника, а на северной окраине деревушки не раз видели привидения полковника и школьного учителя, повесившихся в лесу. В 1952 году пожар уничтожил центральную усадьбу местных помещиков Дейрингов. С тех пор жители деревни неоднократно встречали призрак женщины в белом, который облюбовал библиотеку. Она принадлежала к знаменитому семейству. Список привидений деревни плакали, можно продолжать до бесконечности. Споры о происхождении того или иного призрака местные жители ведут годами, но в одном они едины. С некоторых пор именно их деревня по непонятным причинам стала местом массового паломничества духов умерших. В свое время повышенный интерес к паранормальным явлениям проявлял знаменитый писатель Артур Конан Дойл. Последние годы своей жизни он посвятил спиритизму и был убежден в существовании загробной жизни. А ведь его знаменитый герой Шерлок Холмс, объясняя свой дедуктивный метод, говорил, «Если если мы имеем дело с каким-то необыкновенным явлением и хотим его объяснить, то надо прежде всего отбросить все невероятные его толкования. И тогда останется лишь одно правдивое и вполне реальное. Да, ни больше, ни меньше». Вот так, друзья, и подошло к концу наше путешествие. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была интересна. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр, а на сегодня все. Пока-пока.